Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы познакомим вас с основами энергетических балансов. World Energy Balances – мировые энергетические балансы – одна из основных публикаций Центра данных об энергии МЭА. И на этом вебинаре будут представлены некоторые ключевые статистические понятия, имеющие отношение к энергетическим балансам. Вы узнаете о значении энергетических балансов и познакомитесь с разными способами их использования. Начнем с определения понятия «энергетический баланс», приведенного в Международных рекомендациях по энергетической статистике, сокращенно МРЭС, которые были разработаны статистическим отделом ООН. Энергетический баланс – это система учета. По сути, это означает, что энергетический баланс – это инструмент, который сводит воедино все собранные на уровне страны сведения и данные обо всех энергетических продуктах и их потоках. Итак, зная это, для чего же мы разрабатываем энергетические балансы? Первая и самая очевидная причина – чтобы лучше понимать ситуацию в сфере энергопотребления на уровне стран. Построив энергобаланс страны, мы можем 1. Рассчитать общее энергопотребление. 2. Оценить относительный вклад разных источников в структуру энергетики или долю разных отраслей в общем потреблении энергии. 3. Вычислить эффективность разных процессов преобразования, а также многое другое. 2. Вторая причина, по которой мы создаем энергетические балансы, заключается в том, что вооружившись ими и рассчитав все общие показатели, мы можем пойти еще дальше и вывести показатели более высокого уровня. Например, уровень самообеспеченности или энергоемкости, или же рассчитать объем выбросов СО2, который мы обсудим более подробно позже на нашем вебинаре. И, наконец, энергетические балансы — это отличный инструмент, с помощью которого можно оценить полноту и качество первичных статистических данных об энергии. Теперь, когда мы знаем немного больше об энергетических балансах, давайте посмотрим, как выглядит реальная форма энергетического баланса. Перед вами пример сжатой формы энергетического баланса. Как видите, она объединяет все энергетические продукты. Для каждого из продуктов — угля, нефти, природного газа и других — есть отдельный столбец. Все эти энергетические продукты организованы в одни и те же потоки или строки. И, что более важно, данные в них можно сопоставлять между собой, поскольку они указаны в общих единицах энергии. Здесь, в Центре данных об энергии МЭА, в качестве стандартной общей единицы энергии для энергетических балансов, принято 1000 тонн нефтяного эквивалента. Это дает возможность определять и рассчитывать суммарное количество энергии для каждого потока. Эти данные приводят в крайнем правом столбце таблицы. Например, мы можем узнать значение общего производства энергии ОППЭ на уровне стран, что было бы невозможно сделать, не построив энергетический баланс. А теперь у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какой показатель необходим, чтобы перейти от статистических данных об энергетических продуктах к энергетическому балансу, или, иными словами, чтобы перевести массу в единицы энергии? Удельная масса, теплотворная способность или коэффициент выбросов в окружающую среду? Я дам вам несколько секунд подумать. Как многие из вас уже догадались, нам необходимо знать значение теплотворной способности каждого продукта. Теплотворная способность обычно исчисляется в единицах энергии на массу, например, в килоджоулях на килограмм. Ее значение может отличаться для каждого отдельного энергетического продукта, каждой страны, каждого потока, и даже может изменяться с течением времени. А теперь давайте рассмотрим различные потоки энергии, которые входят в матрицу энергетического баланса. Как упоминалось ранее, каждая строка представляет собой один поток энергии для всего многообразия энергетических продуктов. Например, в самой первой строке приводятся объемы производства всех продуктов в единой единице измерения, что дает возможность сравнивать их между собой. Матрица разделена на три основных блока потоков энергии – поставки, преобразования и конечное потребление. Остановимся на каждом из них подробнее. Первым в таблице идет блок поставок, где мы находим все потоки энергии, поставляемые в страну или исходящие из нее. Так, здесь есть производство, торговля, морская и авиационная бункировка и изменение запасов. И все эти данные есть для каждого энергетического продукта. Кроме того, агрегируя данные из этих строк, мы можем рассчитать показатель общего предложения первичной энергии – ОПП. Это едва ли не самая важная строка во всем энергетическом балансе. Мы также можем вычислить суммарные значения для всех энергетических продуктов, суммируя значения всех столбцов. Второй блок строк содержит данные о секторе преобразования и энергетическом секторе. В этом блоке представлены все виды преобразования одного вида энергетического продукта или топлива в другой. В качестве основного примера процесса преобразования можно привести генерацию электроэнергии, при которой происходит преобразование, скажем, угля в другую форму энергии – электрическую. В этом случае, как вы можете видеть из таблицы, уголь, который является входящим ресурсом, представлен отрицательным числом, а выработанная электроэнергия – положительным. Существует много других видов преобразования. Нефтеперерабатывающие заводы или заводы по сжижению угля – два других примера процесса преобразования. Также, благодаря тому, что у нас есть точные значения для входящих и вырабатываемых продуктов, мы можем рассчитать коэффициенты полезного действия процессов преобразования. А теперь второй вопрос к вам, чтобы лучше прояснить процесс преобразования, который мы только что обсуждали. Я дам вам несколько секунд подумать. Итак, правильный ответ – 35%. Как правило, угольные электростанции, которые вырабатывают только электроэнергию, обладают довольно низким КПД, обычно ниже 40%. По сути, мы рассчитали средний КПД угольных электростанций во всем мире на основе данных нашего последнего выпуска World Energy Balances – Мировые энергетические балансы. В 2015 году он составил 37%. И, наконец, третий блок потоков энергии охватывает всех конечных потребителей и пользователей энергетических продуктов. Именно здесь вы найдете секторы, потребляющие энергию, такие как промышленность, транспорт, жилищный сектор услуг, а также неэнергетическое использование. Общее конечное энергопотребление страны также указано в этой части формы в столбце всего. И еще один вопрос к вам. На этот раз о конечном потреблении. Знаете ли вы, какой из указанных секторов потребляет больше всего энергии в мировом масштабе? Я дам вам несколько секунд подумать. Ответ – промышленность, которая до сих пор остается самым энергоемким сектором в мире, но лишь немного опережая сектор транспорта, как мы сможем увидеть на следующем слайде. На этой круговой диаграмме представлены данные из публикации МЭА World Energy Balances – мировые энергетические балансы за 2017 год. В 2015 году основным потребителем энергии был сектор промышленности, на который приходилось 28,9% общего конечного потребления. За ним с минимальным отставанием следовал сектор транспорта – 28,8%. Замыкал тройку лидеров жилищный сектор с долей в 21,9% мирового энергопотребления. Теперь, когда у нас уже есть довольно четкое представление о том, что такое энергетические балансы и как они устроены, предлагаю рассмотреть несколько примеров, как их можно использовать, чтобы более глубоко понимать вопросы, касающиеся энергии. Основная идея здесь заключается в том, что, сочетая данные энергобалансов с макроэкономическими переменными, такими как ВВП или численность населения, мы можем рассчитать целый ряд новых показателей высокого уровня. Например, для каждой страны можно рассчитать степень ее самообеспеченности энергией, энергоемкость или потребность в энергии на душу населения. Вооружившись такими показателями, мы можем сравнивать разные страны между собой и ранжировать их. Именно этому и посвящен наш Energy Atlas – атлас энергетических ресурсов, который доступен всем на веб-сайте МЭА. Приведем еще один пример. Эта диаграмма показывает уровни энергоемкости разных стран. Энергоемкость определяется как отношение общего предложения первичной энергии к ВВП и представляет собой количество энергии, необходимой для производства валового внутреннего продукта страны. Мы видим значительные различия по этому показателю между странами. Например, энергоемкость взятых всех вместе стран-членов ОЭСР ниже, чем группы стран, которые не входят в ОЭСР. При расчете объемов выбросов СО2 в результате сжигания топлива МЭА также берет за основу энергетические балансы. Осуществляется такая оценка путем сочетания данных энергетических балансов и методологии межправительственной группы экспертов по изменению климата МГЭИК. Этой теме будет посвящен отдельный вебинар МЭА. Аналогичным образом энергетические балансы могут служить отправной точкой для мониторинга энергоэффективности, поскольку они содержат данные о разных секторах конечного потребления энергии. Этой теме также будет посвящен отдельный вебинар МЭА о показателях энергоэффективности. И, наконец, энергетические балансы также используются в качестве основы для построения прогнозов и анализа сценариев, поскольку они действительно обеспечивают сопоставимость стран между собой. Поэтому различные подразделения МЭА часто используют их в своей аналитической работе. Теперь о распространении энергетических балансов. МЭА ежегодно издает публикации World Energy Balances – мировые энергетические балансы, и World Energy Statistics – мировая энергетическая статистика. Эти две основные публикации базы данных доступны в печатном виде и формате PDF, а также в виде информационного онлайн-сервиса, состоящего из нескольких наборов данных. Key World Energy Statistics – ключевая статистика мировой энергетики, также выходит ежегодно в виде печатной брошюры и приложения для мобильных устройств. Она содержит сводку наиболее важных данных, публикуемых нашим Центром данных об энергии. Спасибо за внимание. Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающиеся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН «Международные рекомендации по энергетической статистике», в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики. Продолжение следует...